мы на связи с киевом у нас александр удовиченко он инженер инженер из донецка в 14 году они с женой переехали в киев и саша наш важный гость да это из торгового центра потому что нет интернета нет света саша сам трудится в сфере энергетики но как и большинство людей в киеве он выходит на связь только вот из торгового центра саш привет добрый день саша брат похищенного похищенному то что называется цивильного заручника и саша разыскивает брата с марта саша расскажите пожалуйста как это было а мы покажем фотографии вашего брата покажем вообще все что можно и помогите помогите саши помогите нам всем найти и вернуть назад вернуть на родину похищенных гражданских украинских людей саша рассказывайте смотрите значит 19 февраля мой брат поехал в село деревня байрок это было под балаклей в харьковской области сколько мой брат мой брат мой брат сергей сергей удовиченко ему 35 лет он всю свою жизнь трудовую связан с сельским хозяйством был садоводом а последние двадцать первом году он устроился сельское маленькое хозяйство возле балаклея и там он стал агрономом и вот восемнадцатого или девятнадцатого февраля он поехал в эту деревню он там жил в доме своего начальника ближе уже именно к сельскому хозяйству который находилась рядом в полях чтобы готовиться к новому сезону ну и 24 февраля нас застала как бы война и вот там меня в киеве и мы с ним как бы началось все мы с ним были на связи то есть в первый же день там автобусы поезда перестали ходить балаклея чтобы поехать домой а живет он в городе лазовая тоже это харьковской области там наши родители живут у него там своя квартира и он как бы вот вахтовым методом таким ездил в это сельское хозяйство и вот началась война поезда не ходят машину нету он говорит что мне делать давай подождем день-два может там ну что-то поедет как-то поедет просто был хаос была паника никто из нас не знал что делать и как делать получилось так что он день переждал на второй день он попытался выйти ничего не ездит люди которые были там полные машины кто-то куда-то выезжал автобусы поезда не ходят начались обстрелы бомбежки ну мы с ним решили что давай подождешь сейчас в этом селе как-то определимся и потом ты будешь все-таки домой родителям ближе свою квартиру вернешься уже не так получилось что вот двадцать четвертого началось двадцать пято-двадцать шестое и второго марта зашли российские военные то есть город стал под оккупацией не было никаких там боев о том что там город защищать то есть так получилось что вошли в город стал под оккупацией сразу были установлены блокпосты ограничения на передвижение сразу там люди все по домам были но никто не знал как себя вести что действовать потому что ездят танки бронетранспортеры люди с оружием ну что тут делать и он остался и так получилось что он там был мы с ним разговаривали что нужно сейчас найти момент чтобы все-таки выехать потому что она не дело ты не дома и вот мы с ним были на связи и каждый день мы с ним созванивались один или два раза по возможности потому что в этой деревне связь была плохая нужно было нам выходить на небольшую горку чтобы позвонить и вот он выходил как бы по вечерам говорил на там нормально тихо или не тихо но не сильно как бы говорил если не тихая понимаешь не волновал точно так же и родителям вышел мне и маме позвонил прячется к нему в этот дом где он жил приехал его начальник то есть с города сбалокли они приехали в деревню которая пригород 2 ну чтобы там там подвал надежный вода была колодец то есть они решили там это все как бы перри пережить и мы с ними общались советовали что делать выезжать не выезжать и там случилось так что по дороге с этого села направлении не оккупированной территории ехала семья там расстреляли эту машину мы с ними решили что лучше не рисковать и 20 числа я ему позвонил в 12 00 и кто-то поднял трубку но была тишина я подумал что это сбой со связью потому что там света не было света в этой деревне не было с 7 или с 8 марта в это деревне было они заряжались от аккумулятор телефоны свои я думаю нету света значит наверное сбой ну как бы и успокоился такое было что он говорит света нету там не все нормально все пока чтобы телефон я не разряжал на следующий день звоню опять тоже телефон телефон находится внизу ну думаю но бывает там начал как бы читать телеграм-канал и местные полоклейские там было как бы не спокойно думаю подожду там на третий-четвертый день как бы понимаю что что-то не то потому что он бы хоть что-то да там сообщил смс-ку отправил бы и я как бы начал искать людей я через опять же там мессенджер социальной сети нашел девушку которая из этого села была и у нее там родственники остались я попросил говорил знаете что нибудь что вы знаете про это село там у меня брат живет молодой парень и она мне через день говорит что похожего на вашего парня молодого человека забрали российский войну я это не может быть ну чего это как такого не может быть с моим братом он просто жил тем более что когда он там жил приходили российские военные там три парня пришли там попросили сигарет молодые как бы брат все дали поговорили вроде бы как по-нормальному то не такой агрессии никакой ничего не было я думаю ну с чего моего брата забрали тем более что приходили уже как бы то есть подозрений каких нету и я прошу это девушки узнаете пожалуйста ну точно это он или не точно потому что я не верил это и в тот момент в то время вот такие вопросы ты задаешь на сутки как бы ждешь ответ потому что люди все не на связи ты задал вопрос и на следующий день тебе только приходит ответы так вот такие вопросы такие ответы и 2 апреля мне эта девушка переслала скриншот девушки которая жила и которая видела это глазами она говорит да стерей молодой жил у такого-то там фермера в доме да его забрали три районных пришли его со двора забрали но она еще такое сказала что сергей не был напуган то есть вроде бы как они там пойдем поговорим он говорит ну пойдемте садился и они его увели после этого его никто как бы не видел из этого момента я про него вообще ничего не знаю то есть где он что он как он вот 20 числа я знаю что 1200 кто-то поднял телефон он это был не он но 20 марта его похитили похитили военные в российской коробке с этой же деревне еще было два человека два мужчины похищены один за неделю до этого 2 где-то в промежутке то есть трех мужчин забрали с этой деревни условно во второй половине марта не знаю это случайность не случайность не получилось так как получилось 2 апреля я узнал про это я начал сразу же искать ну наши службы которые этим занимаются у нас был национальное информационное бюро создано 1648 так называемая то есть позвонил туда ну я в панике был звоню вот вот так вот она говорит хорошо мы фиксируем эти данные да я как бы удивился что люди не были удивлены моей ситуации то есть да мы записываем где это случилось как это случилось звоните там на следующую горячую линию сбу заполните анкету там или обращение в красный крест и в полицию то есть не спокойно как бы так дали рекомендации хотя у меня там на руки трусились я не мог в это поверить и вот начались эти поиски которые ну глобально мне достоверно не дают информацию где мой брат что мой брат я верю что он живой потому что когда по лаклею освободили смотрели искали потому что это не один мой брат попал то есть каких-то захоронений не было вокруг города или в городе камеры которые держали людей про брата никто из тех заключенных или тех задержанных тоже там заложников никто не слышал поэтому я верю что он где-то есть ну где-то его вывез потому что тех людей и которых забирали в марте-апреле тех людей балаклея никто найти не может их нет а тех кого забирали с начала мая эти люди таки оставались балаклее и держали участках полиции пытали мучили отпускали или но они есть люди живые живые брату 35 лет исполнилось 15 ноября то есть он где-то где-то где он был он встретил свое день рождения он закончил харьковский аграрный университет по специальности ахахимия почвоведения и после института он начал работать в государственной структуре как распределение поработал государственной потом он в двух частных сельских хозяйствах в одном он садоводством занимался а в другом уже там было большое хозяйство и сад и пшеничные культуры и еще одна особенность есть я наверно про нее не говорил то что брат родился в горске оренбурговской области отец после института 85 году я тоже был и вот провели ворс работать там на заводе отец тоже потому что настроение был связан и его туда отправили семью я уже был и там восемьдесят седьмом году родился мой брат то есть у него паспорте сегодня написано горск оренбургская область российская федерация или как-то так написано в паспорте место рождения паспорт у него гражданина украины 16 лет и уже получал не знаю может быть это тоже как-то повлияло то что его забрали похитители вот так но то что мы знаем о украинских похищенных гражданских это то что на самом деле это не так важно то что написано в паспорте зачем их забирали никому не известно у нас было в группе статут который этим занимается похищенными гражданскими тысячи заявлений конечно самое страшное когда заявление отзывается когда происходит сгумация это самое страшное когда по генетической экспертизе то что вашего брата не нашли по по генетической экспертизе уже внушает внушает надежду надо сказать что сергей удовиченко один из примерно сотни граждан украина мирных среди них есть женщины среди них есть инвалиды о которых мы знаем что они совершенно точно пересекали явно не по своей воле границы российской федерации и они скорее всего скорее всего сергей удовиченко где-то содержится в каком-то сизо из приграничных областей мы знаем это потому чтобы уже было два обмена один был в апреле гражданские заложники украинские мирные граждане были обмене на этих военнопленных вторая вторая серия была обмена осенью в конце сентября когда вышла заменит учительница виктория андруша из черниговской области скажите пожалуйста сергей а вот вашего брата не встречали никто из освобожденных нет я задавал эти вопросы у нас как бы сейчас тоже общество организовалась то есть нас телеграм-каналы там где людей которые которым повезло которых обменяют или освободили от них собирается обратная связь кого увидели кого вы слышали то есть вплоть до того что люди говорят я слышал какие-то фамилии там на перекличке задавал эти вопросы к сожалению нет но я как я еще здесь то есть я знаю что в этот период забрали там 5 6 человек все эти фамилии для себя как маркеры использую то есть я мониторю эти все социальные сети мессенджеры и никто из тех кто из балаклея пропал период это там две две три недели диапазон никто из них нигде не засветился то есть эти люди как вот я не просто где-то изолировал я только такси понять что про них никто не видит они не так они не 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 ну похоже на то что они не пересекать это сделал если это логично как логически на самом деле устраиваются такие ипотезы предположить но никто не встречал он мог оказаться на территории еще данные ракуа первых территориях на варло тогда связи почти нет да тоже такое может быть потому что балаклее меня меня листи люди которые были оккупационная власть потому что вначале это были российские военные потом это лнр премьер так называемые потом еще кто-то там был и последнее время там были непонятно кто там стоял и люди которых я просил выходили в комендатуру той власти и простили то есть там писали даже заявление то есть там была такая имитация какого-то органа власти они говорят напишите заявление там данные писали они говорят таких нету может быть вывезли в купинск может быть вывезли там ванн может быть вывезли в белгород куда из этих мест лет мы мы ищем мы вам скажем я понимаю что больше не приходили не спрашивать красный крест летом доставлял письма неизвестно как написанное ну это мы сейчас уже немножко больше знаем гражданскими заложниками красный крест тоже в курсе о судьбе вашего брата он знает об этом то есть писем тоже не было ничего не было нет ничего да не было с красным крестом тоже как бы все сложно потому что когда пошли первые волны писем но всех у людей появились надежды ты ждешь когда тебе позвонят скажет для вас как вы сами оцениваете вашей группе как оценивают сколько сейчас находится гражданских пленных вы сколько пропало еще людей что вот мы знаем порядка сотни имен что говорит что говорят родственники что говорят те кто освободились мы мы тоже как бы организовались у нас общая беда и вот сейчас есть гражданская организация у нас цивиль не в полоне сегодня у нас телеграм-группа нас триста сорок человек мы делали формировали список это около больше двухсот человек но это группа я знаю что она не пол она не охватывается то есть это те люди которые сегодня смогли телеграм-социальные сети пойти где-то они засветились потому что в начале в начальном периоде в эту руку мы людей просто как бы там привлекали избавили бедите к нам давайте объединяться то есть больше двухсот людей это то что у нас сегодня есть список но ездишь люди которые не пользуются социальностью с маленькие поселки города деревни родители возрасте или еще что нибудь но я я понимаю что это там 500 человек про 500 человек мы сегодня точно говорим это люди которые были похищены и тут нужно как бы разделять те люди которые мариуполь да там тысячи людей вывезли просто вывезли эвакуировали но это чуть другая как бы а тех людей которые насильно взяли заложники похитили моем мужчине это сейчас минимум 500 человек минимум это то что я вот сейчас вот вижу то что можно наверное так вот посчитать я хочу добавить что мы говорим с вами только о взрослых только о взрослых потому что похищенные дети с украины это абсолютно отдельная проблема отдельная проблема которые занимаются многих комитет организации но мы с вами говорим только о взрослых еще раз дети это их тысячи вывезенных детей это абсолютно отдельная проблема я еще раз хочу подчеркнуть что сергей удовиченко вот брат александр удовиченко он абсолютно гражданский человек он никогда не служил ни в полиции не в а то ни в каких не было на контракте вооруженных силах это абсолютно мирный человек агроном это вот насчет пашни до урожая поэтому он не мог не пройти фильтрацию и люди которые вы задерживали прекрасно знали что он совершенно гражданский человек правильно да 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 все все таки есть не служил агроном и еще хочу что сказать что пятьсот человек про которые я говорю это мужчины то есть вот в нашей группе ну женщин сегодня у нас почему-то там искали двух женщин но там другая история а вот пятьсот мужчин это вот это только мужчины мужчины возраст от 18 лет и там 70 лет даже освобожденные женщины говорили о том что женщина там тоже продолжают оставаться в плену я должна задать вопрос я сама стою в этой группе по содействию освобождению цивильных заручников но тем не менее должна вам задать вопрос вы обращались в российские какие-то органы власти я писал запрос на электронной почте сердце обороны там какой-то был такая форма коробка писал туда обращение там написал телефон электронную почту и предмет обращения то есть я писал что вот брат был есть свидетель о том что от российские военные его забрали и попросил сообщить о его местонахождении о состоянии здоровья и возможности с ним организовать связь вы получили ответ нет это месяц по моему прошел я я просто не сразу знал про это все где-то месяц прошел моего обращения ответа нет мне еще говорили что можно писать до лднр какие-то службы туда не писал потому что не верю я в те структуры я хочу качество наши адвокаты очень много обращаются мы когда точно знали где даже в какой камере находятся те или иные захваченные украинские мирные граждане нам все равно отвечали их там нет и даже когда адвокаты стояли под дверью адвокатов отвечали их там нет а когда сейчас вот часть из этих людей освобождена и конечно выясняли что да они были там они были именно в этой камере они были вы именно в этом сизу и они конечно не знали что приехали адвокаты что есть гуманитарная помощь что их разыскивают они ничего этого не знали поэтому их там нет это единственный ответ который дают российские власти их там нет а потом оказывается что да они там были они там есть скажите пожалуйста саша как вы сами себе объясняете зачем зачем если ну как я просто человек с инженером образования есть логические свои и это объяснение мысли первое это то что они в мужчинах парнях видят какое-то сопротивление возможно что это будут люди которые оказывают вести какую-то партизанскую деятельность диверсанты и вот они всех этих мужчин забирали фильтровали проверяли детекторы лжи кстати там по латвии были там людей проверяли то есть что-то можно проверить не знаю но как бы людей проверяли они боялись бояться боялись что среди мужчин будет какое-то ополчение формироваться это вот первое то что как мне больше всего аналогично если логически второе мне не хотелось бы конечно в это это просто от уничтожения украинцев то есть работоспособны или какое-то такое население мужчины которые последующим опытом поднимать экономику там быть то есть движущие силы там для развития страны просто как бы уничтожить этот потенциал ну первое это то что они в людях видят какой-то какую-то опасность для себя спасибо вам слава украине героям слава